Например, атмосферы душевной теплоты, счастья и благополучия пожелал женщинам Тимур Кулебаев. Наверное, он это пожелал, вот я хочу спросить, наверное, он это пожелал правозащитницам движения Елимай из города Синей. Например, тайно осужденной Райгуль Садырбаевой, потому что она систематически защищает права человека. Или, например, Алия Исенова, которая систематически также преследуется и штрафуется, и задерживается незаконно, ей просто не дают из дому выйти. А может быть... Нет-нет, он пожелал людям правозащитницам из Ак-Тюбе, нашим девочкам из Кахарман, Дани Жанай, Зухена Римана, Утанай Тусиковой, которых все время преследуют власти Казахстана, выносят против них какие-то секретные судебные решения, и при этом они не могут получить доступ к материалам уголовного дела. Ну а может быть Ане Шукеевой? Аня Шукеева, как ты жила все эти дни без поздравления Кулебаева? Между прочим, Аню Шукееву в том числе не только постоянно преследуют и тайно уже осудили, преследующего ее мужа, у нее пытались забрать, постоянно угрожают, что заберут детей, ей подкладывали прослушивающее устройство домой, ей не дают возможности зарегистрировать правозащитную организацию в Казахстане, у нее масса штрафов на сумму более 2000 долларов. Это все только потому, что она вела правозащитную деятельность. Ну нет, я думаю, что на самом деле это поздравление Тимура Кулебаева, оно предназначено его многочисленным подружкам, которым, как мы знаем от Сати Казановой, Тимур Кулебаев очень щедрый, он любит дарить бриллиантовые гарнитуры за то, что они являются источником его вдохновения, оплотом милосердия, мира и добра. Наверное, за это они получают бриллианты от зятя президента. Но при этом правозащитницам движения «Веритас» Розе Мусаевой, Назым Сирикпековой, Алмину Рушевой не дали даже возможности собрать гуманитарную помощь для поддержки семей политических заключенных и политических преследуемых. Вы знаете, что осенью прошлого года они организовали сбор помощи, и просто потому, что они организовали сбор помощи, хотели продавать на аукционе детские рисунки, каждая из них подвергались различным формам преследования, а в случае с Назым Сирикпековой у нее даже уголовные дела. Опять же, в связи якобы с тем, что она испортила репутацию, посигнула жизнь какого-то карабета полицейского, который на самом деле преследовал ее и участвовал в политическом преследовании многих активистов. Ну, Люда, мы знаем, что в нашей стране, в нашем закрытом акционерном обществе Казахстан, где акционерами является семья Назарбаева, права имеют только дети из семейства Назарбаева. Я прошу тебя, выведи, пожалуйста, вот эту фотографию с заголовком, фотографию Тимура Кулебаева. Это просто какой-то праздник лицемерия. Сейчас, секундочку, заголовок. Ты имеешь в виду самой новости, да? Да, самой новости, потому что меня так умиляет Тимура Кулебаева всего с отфотошопленным личиком, с этими цветочками нежными в уголочке. Сейчас, сейчас, сейчас. Фотографии, ну, это просто... Ждем показать. Праздники души. Ну, может быть, что-то еще расскажешь? А, да, действительно, это того стоит. Да, ну, вот понимаешь, да, какая картинка. Оцените, дорогие зрители, нашего нежного принца нефти и газа на фоне этих цветочков. Они, по-моему, соревнуются с Токаевым по количеству фотошопа. Кто больше выглядит, как солистка пекинской оперы? Ну, кстати, о тех, кто любит фотошопы, кто любит цветы, мы еще расскажем чуть попозже, а сейчас мы дальше расскажем про наших героинь. Про наших настоящих героинь, про женщин, активистов, которые борются за наши и ваши права. Наших сестер. Вот правозащитные активистки из Актау. Люда, может, ты расскажешь про них? Да, я обязательно про них расскажу. И эта женщина, действительно, которая, например, как Юсуп Айша, ее многочисленные были случаи, когда похищали. Жаныл Мирзабаева ее постоянно тоже преследует. Несколько раз административно ее арестовывали. Угрожали уволить с работы, забрать в нее бизнес. В случае с Шалпан Жанузаковой, это правозащитница Феминой Вертуте, ее также, как и Улголсун, преследуют систематически только за правозащитную деятельность, за выход на протесты. Также их коллега Айжан Исмакова вынуждена была отказаться от правозащитной деятельности только потому, что ее муж пошел на сотрудничество с сотрудниками КНБ, стал ее избивать и угрожал отобрать ребенка.